Новогодний Кубок 2020 прошел свою предпоследнюю полуфинальную стадию, которая включала в себя 4 матча, по 2 для каждой пары команд. Первая пара – это праздник для футбольного болельщика столицы Полеса, ведь одна команда «Виктория» сформирована из футболистов, которые играли или играют в главной профессиональной команде футбольного клуба «Славия Мозырь». Другая футбольная дружина – Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В прошлом году эта команда выиграла все турниры, которые проводились в нашем регионе. И, являясь действующим обладателем новогоднего Кубка футболиста МНПЗ, ни в коем случае не желали уступать, и довольно неожиданно было узнать результат первой встречи – 5-3 в пользу «Виктории». Однако регламент турнира, начиная с полуфинальной стадии, позволял командам потерпеть одно поражение, а выиграв вторую встречу после дополнительную пятиминутку или серию пенальти, одержать общую победу. Команде победительница, понятное дело, во второй встрече достаточно было сыграть ничью, но разве ничья это то, о чем думала «Виктория» 25 декабря в повторном матче? Он начался голом этой команды после розыгрыша углового удара. Передача Дмитрия Кривошеева и голевой удар Владислава Полоза. 1-0. Это была весомая заявка на победу. И ушат ледяной воды для футболистов нефтепрорабатывающего завода. Еще более испортил болельщикам команды МНПЗ настроение второй гол матча, когда после передачи Дмитрия Воробея с углового капитан Виктория Андрея Воронкова делал еще 2-0. Отличное взаимодействие двух призеров европейского первенства. Но еще в первом тайме сборная Мозорского НПЗ отыграл один мяч. Это Александр Воробей. С боковой линии ввел мяч в игру пасом на Леонида Лавренчука. Тот пробил мяч. По пути, задев ногу Ильи Федоренко, попал в сетку ворот и 2-1. Команда в черной форме получила возможность для начала сравнять счет, а после и выйти вперед, спасти для себя эту серию. Кстати, первая достеминутка атаки закончилась со счетом 2-1 в пользу Виктории, которая с самого начала второго тайма пошла вперед. И в результате блестящей комбинации преимущество команды в форме с преобладанием белого цвета увеличилось снова до двух мячей. Кривошеев, Полос, Юрченко 3-1. А когда после одной из атак Евгений Вороненко, завладев мячом, быстро послал его партнером по команде, а те в касание сделали еще один гол Полос и Кривошеев, стало понятно, на сегодняшний день Виктория более достойна финального матча. Это еще были не все голы матча. В одном из эпизодов отлично сыграл на перехвате Евгений Жальевич. После его передачи Кривошееву обратный пас снова мячу Кривошеева – гол. Второй гол в матче 11-го номера Виктории, которая неожиданно крупно победила. Со счетом 5-1 и заслуженно вышла в финал новогоднего кубка 2020. К радости своих многочисленных болельщиков. Конечно, приятно. Тем более, сейчас отпуск у ребят проходит. А в отпуске, как говорится, всегда можно где-то найти угол, чтобы поддержать форму, чем ребята славно и пользуются. Вот, вышли в финал. Молодцы. Рад очень за них. Рад их видеть, как обычно, в это время года. Вот, Андрея Воронкова рад увидеть. Привет ему большой, когда будете смотреть. Молодец, не стареет парень. С капитаном и основателем команды Виктории Андреем Воронковым мы обязательно побеседуем после финальных матчей. Пока же вернемся к Александру Раевскому. Его мнению о значении проведения мини-футбольных турниров в нашем городе. В физкультурно-оздоровительном центре «Полесья-арена». Ну, я не знаю. Я здесь, в принципе, второй раз только в этом зале. На первом полуфинале было гораздо больше людей, чем сейчас мы можем наблюдать. Но я думаю, в этом городе все любят футбол. Независимо, если большой это или маленький. Я думаю, что при открытии большой арены будет собирать эта арена полную чашу. Просто гигантский объем работы в мини-футбольном сезоне 2020-2021 проделывает Сергей Николаевич Ковалевич и его судейская бригада. Лига Полесья, новогодний кубок, грядущий чемпионат и затем и кубок Мозорского района. Успешное проведение каждого соревнования – это и заслуга Ковалевича с товарищей. Но первый вопрос Сергею Николаевичу как футбольному специалисту. Отчего же действующий обладатель новогоднего кубка так легко сдал свои полномочия в полуфинале? Ну а теперь Сергей Николаевич как главный судья этого замечательного турнира, который уже в 13 раз проводится в Мозоре. Что касается судей, то я хотел бы их поблагодарить, потому что в сложных условиях они находятся. Все-таки футбол игра динамичная, быстрая и в принципе очень много моментов, которые тракцуются 50 на 50. Хотел бы поблагодарить и команды, которые все-таки по большому счету ведут себя очень корректно и играют в хороший, добротный футбол. Что касается себя, то я бы сказал, что да, наступают такие моменты, когда кажется все, но потом включаются дополнительные резервы и любовь к футболу все-таки побеждает. Вторым финалистом, как и предполагалось, стал Монтажник, который без особого труда оставил за собой первый поединок 3-0. А вот во втором матче стартовый тайм завершился со счетом 2-0 в пользу команды МЧС. Но в итоге класс взял свое и победив во второй раз 4-2, Монтажник продолжил свою серию без поражений в мини-футбольном сезоне 2020-2021. Таким образом, в понедельник и среду в физкультурно-оздоровительном центре Полесь-Арена сойдутся. В борьбе за третье место МНПЗ МЧС. В финале за Перинста Виктория и Монтажник, которые и разыграют между собой новогодний кубок 2020.